кто у нас в онлайне. Ну что, давайте начнем. Я надеюсь, мы так сегодня начали уже в режиме диалога, и в режиме диалога и будем. Коллеги на вебинаре, кто подключился, я еще раз озвучу, кто подключился чуть позднее. Мы на всякий случай так, в режиме пока выключенных микрофонов, потому что, ну, все-таки участников достаточно много, вот, и, ну, бог его знает, там, у кого какие шумы, чтобы друг другу не мешать. Но, пожалуйста, вот в чате, да, вы активно, вижу, пишите. Когда хотите поучаствовать, говорите, мы с удовольствием слово дадим. Колоночки у нас включены, все вас услышат, можете и видео включить. Вот, я тоже так, давайте немножко, не все со всеми знакомы, вот, я думаю, походу как раз познакомимся. Вот. Ольга Юрьевна, да, вот, наверное, живьем, вот, посмотрите, Ольга Юрьевна у нас замечательный специалист, кто знает, наверняка есть Ольга Юрьевна, очень много учеников, коллег, кто не знаком, из PM-ов. Ольга Юрьевна замечательный специалист по, как раз именно HR-менеджменту, вот, как раз, она, наверное, нам и посоветует много чего интересного, как можно работать с командами. Ну, и я, Данил, да, тоже с кем знаком, с кем не знаком, кто больше изучает направление, да, здравствуйте. Я как раз больше по проектам, по портфелям, по IT. Вот, ну, и, собственно, вот мы так решили поднять эту проблематику, попробовать обсудить совместно. Да, я так смотрю, расселись тоже так подальше друг от друга. Вот. Ну, да, вот как раз проблематика такая существует. По крайней мере, мы со своей стороны ее, ее видим очень хорошо. Коллеги, кто у нас точно присутствует, не возражаете? Конечно, вот так на вас веб-камеру немножечко направим, чтобы эффект присутствия. И как раз вот обсудить вопросы, связанные с тем, как работать с командами проектными, какова роль проектных менеджеров, какова роль как раз HR кадровых служб, как попробовать найти общий язык, работать на общий результат. Ну, как на стыке любых двух специальностей, любых двух профессий, всегда есть определенные, да, там и точки соприкосновения, и точки соприкосновения иногда и спрят, проекты – это что-то. Конечно, вот тоже нужно сделать быстро. Здесь, сейчас, работа с людьми, работа кадровая, она более регулярная, более постоянная. Ну, как организовать? Есть рекомендации у коллеги, кто из нашей области, из проекта, вы, конечно, все очень хорошо знаете, что вообще-то по-хорошему в проекты надо брать людей, каких? Проверенных. Проверенных, активных, да, один из самых основных вопросов – а где же их взять? И где? Все там же. Где там же они? Это все. Это и все, да, вот проверенные, а проверенных еще и поделить надо, да, между, между как раз, все хотят проверенных, а на ком тогда проверять новеньких, да, как работать с новенькими, как их подбирать, ну, что далеко. Постепенно делегировать полномочию, и все, если с вами по человеку. Да, постепенно делегировать, а проекты как называть? При этом делегируя, делегируя товарищу полномочия, вот вы же сами перед началом рассказали, взяли, делегировали, и возникли сложности. Вот, брали сами. Вот, ну, вот у меня такая... Это практически росли. Вот, это, наверное, самое страшное. Это, наверное, самое страшное. Нет, меня, слава богу, еще лет 20 с хвостиком назад один помненький человек сказал, например, работать с друзьями с родственниками. Да, если не хочешь потом друг друга что-то... Я слышу, вы знаете, что когда друзья-рустники, это одно, а когда бывшие коллеги, это совершенно другое. Нет, бывшие коллеги, да, они были коллеги, конечно, коллеги, безусловно. Хотя, опять же, послушаем профессионалов, в том числе, да. Подели, поделимся, поделимся опытом, потому что, ну, чего бреха таить, подбираем людей в конкретные проектные команды, мы действительно чаще всего себе сами, без привлечения каких-то коллег из профессиональных служб. Ну, вот, собственно, да, мы не случайно назвали круглый стол, но, к сожалению, да, в силу территориального расположения совсем уж круглого стола у нас физически не получается, но я предлагаю действительно наорганизовать больше в режиме круглого стола. Каким образом? Мы вот с Ольгой Юрьевной, ну, по словам Ольга Юрьевна, да, не будем себе приписывать, заготовили некоторые темы к обсуждению, да, как все-таки, ну, чтобы задать. Я бы предложил, каким образом сейчас поступить? Ну, вот, немножко поделиться действительно опытом трудностями с обоих сторон, да, вот, я думаю, у нас тут даже визуально так разделились, и параллельно, может быть, немножко представиться, как раз познакомиться. Тут какие-то списки записались, это все хорошо, а может быть, так вот познакомиться, ну, и как раз обозначить, я тоже позволю, может быть, себе задать, как один из организаторов первого, то, ну, я могу честно сказать, я из IT, но последние годы больше работаю даже не столько с IT-проектами, сколько с реорганизацией, реструктуризации, там, развития, не только IT-служб, но это понятно, что IT сейчас проникает везде. Вот, если говорить именно о подборе проектной команды, о делегировании, хотя вроде бы IT такая область достаточно инновационная, и, по-моему, молодая, у меня основная проблема, которую я вижу, это нежелание очень многих людей, слишком большого количества, так, что об этом можно говорить, работать самостоятельно, работать от сих до сих, я вовремя пришел, хочу вовремя уйти, что там у вас в проекте, меня волнует мало, я хочу стабильную зарплату, фиксированную, ребята, в проектах стабильная зарплата быть не может, или есть стабильная зарплата, у меня проект, или есть проект, и есть оплата за результаты, вот, ну вот, да? Вы будете, если вы записываете, что вы мои послания? Я совершенно за. Я за любое ваше предложение. Вот, вот, у меня такая основная проблема, да, там, не будем углубляться, иначе мы можем там больно делиться, не знаю, до завтра, до понедельника, но у меня это основная проблема, и, как, с одной стороны нужно работать, а рынок, если говорить о рынке IT, это рынок абсолютно работника, нехватка по последним данным составляет, по количеству незакрытых локаций, уже к миллиону приближается, то есть персонал, какие-то условия, абсолютно, никаких других мнений быть не может, и, да, вот, проблема, берешь просто того, кто есть, и говорить о какой-то лотивации, о какой-то ответственности, о демизированном, уже довольно сложно. Ну, я бы свое задал, пожалуйста, коллеги, кто, кто следующий, кто скажет, ну, и забудьте садиться, пожалуйста. Ну, я вам могу сказать, поделиться, да, по поиску персонала, да, по поиску персонала, Павел, ну, во-первых, проектная команда, вообще проект, они, да, срочные трудовые договоры, да, многие люди не привыкли еще к этому, да, то есть, особенно, всегда идет еще сравнение проектной команды, да, и ситуации у заказчика, да, заказчики, как правило, ну, то есть, мы непосредственно работаем с нефтегазом, да, то есть, там, безсрочные трудовые договоры, там, премирование, да, там, бонусные пакеты, вот это все, да, постоянно, как бы, идет такое сравнение, да, как у заказчика, как у людей в проектной команде, в команде, вот, и, ну, возникают риски, когда люди уходят к заказчику, да, это у нас просто, ну, постоянно, то есть, переманивание идет, и здесь, как бы, очень сложно, как бы, конкурировать непосредственно с заказчиком, за персонал, особенно, за таких, ключевых специалистов, вот, вот это, наверное, основное, по подбору персонала, тоже, как бы, сложно иногда в режиме, в таком, дедлайном, да, краткий срок, когда нужно нанять персонал, много, взаимодействовать с HR, именно по подбору, да, зачастую это оканчивается тем, что дайте нам учетку в headhunter, и мы сами себе подберем персонал, вот, а вы, условно, так и так есть, да, то есть, мы берем людей, подбираем, проводим, там, собеседование, там, отбор, а HR мы отдаем, только уже вопрос, там, оформления, в отношении трудовых, да, врачи, и HR не должны оформлять, вы тут тоже, может, не очень понимаем, да, не знаем, да, оформление, по крайней мере, как я слышал у своих коллег, это немножко, это еще чуть-чуть другая социальность, не, возможно, возможно, я тоже не уверен, это вот, да, тут тоже, скорее, правы ли мы, спасибо, Павел, спасибо, Павел, то следующий, спасибо, меня зовут Глент, я уже с тех проблем, с которыми я сталкиваюсь с вами, да, раз, уже, что-то, я, правильно, озвучил, то, что, выбивая, как-то, запись из чара, чтобы самим уже искать, потому что, ну, специалист был нужен, нужен был еще в месяц, с того, как это. А почему, витерам доверяете? А что коллеги скажут, потом вот все слово даем проектным людям, как раз из HR-сообщества, то, как вы нас видите? когда мы к вам прибегаем с требованиям, у нас через неделю старпуют, хорошо, если через неделю, а не вчера, да, нам нужны, кто, пожалуйста, подключайтесь, подключайтесь. А я буду передачу, потому что не занимаюсь. Единственное, что вы прямо в этой встрече могу сказать, что, да, в той организации, в которой я сейчас работаю, у нас есть проектная деятельность, и мы действительно берем людей на срочно-шедовый договор, что я на себя заметила. Принимая людей по срочно-шедовому договору, мы их принимаем в штат. У нас оклад. Примирование как такового за проектную деятельность в организации не предусмотрено. И вот здесь получается такое немножко стыково, что люди работают за оклад, и как-то постепенно деятельность проекта переходит вот из, скажем так, деятельности сорвения в деятельность обыденную. Лично мне это... Из проектной и в процессную. Что это? Из проектной и в процессную. Да, и мне вот это не нравится, я очень даже приятный мотивировал, что мы здесь собрались. Нам это тоже не нравится, потому что, да, человека замотивировать работать на результат, если он на окладе действительно... Мы пробовали на каталогах гражданской пробовой информации, чтобы они очистились на планку выполненных работ. Но там, вы понимаете, большие сложности. Его можно быстренько доказать и требусти. каких-то там... Ну, подключаем, да. Ну, хорошо, давай. Ну, давай, спасибо. Спасибо. Стоящий Леонидович, а радостно поделиться своим опытом или просто точкой мнения, взглядами на проектную работу, на трудность подбора и шутки в трубести, работу в проекте. А вы тут и будете снимать... Что? Доску. А, Николай, сделайте. Чтобы потом ваш взгляд все записи. Окей, спасибо, да. Ну, это... Ну, фото будет, как-то войдет, да. Я думаю, можно сделать дополнительный слайд, и презентацию просто вам выслать, если бы реально. Кстати, да, да, скорее всего, да, презентация все равно будет рассылаться, и как раз с слайдом. Ну, да, чтобы не пропало, да. Если мы не пропали, потому что сотрем. Можно, коллеги-пендаристы нам что-то напишут? Да, Ольга Юрьевна, спасибо. Коллеги, кто от участников в онлайне что-то хочет добавить по своему опыту? Вот как раз подбора. Пока давайте будем говорить про подбор, потом перейдем уже к мотивации персонала проекта. Я с удовольствием слово дам, напишите в чате, включу микрофончик, пожалуйста. Да, пожалуйста, Андрей, пока. Я вот вопрос к коллеге. Вот, у нас очень проблема в том, что заказчик переманивает к себе сотрудников. Как вы с этим бороться? Общаемся с заказчиками. Ну, а кроме как, как это нехорошо, там, и так далее, и так далее. Понятно, что там перед вами массировано, а вот это, так сказать, более стромных размеров. Да, конечно. Но, как бы, ну, то есть, конкурировать сложно, да, еще раз, да. То есть, если мы понимаем, что у нас есть кем заменить человека, мы, собственно говоря, желаем всего на лучшего, всего на лучшего, успехов. что ему такое, там, условно, там, в службу заказчика, да, то есть, если ему там... Ваша же интересная история. Да. Как-то лоббируют, да. То есть, мы понимаем, если человек... Да, то есть, хорошо расставаться с человеком, если он уходит еще к заказчику, в службу заказчика, потом будет, там, влиять на принятие решений по нам в том числе, да. Тут мы тоже знаем, на какую позицию он уходит, да. То есть, если это просто, ну, такая же позиция, да, то есть, ну, мы, наверное, там, с заказчиком разговариваем, как-то срок, да, ну, побольше, что да, мы, как-то отпускаем, заказчик уже будет хуже, да, если, там, он сейчас, как бы, ну, лишится, там, человека, вот, с нашей командой. Вообще, возможно, риски недопонимания, и, ну, заказчик и исполняться несоответственно, если два человека хорошо друг друга понимают, со стороны заказчиков, если человек уйдет, то, да, снизить риски в общем и целом, и, соответственно, при компании, мне кажется, как-то в чате обсуждали, что такие вот хорошие, так сказать, полюбовные отношения, когда... А вот как раз было бы хвально, да, то, что Репаймин сказал, что если с человеком расстается полюбовно, он, да, он потом... Да, причем она даже не объединена, вот, лоббист в таком сером смысле слова же, да, просто за счет хороших отношений, он понимает, с ним можно выстраивать рабочие отношения нормально. А были какие-то акциденты такие вот, когда человек шел, утребовно, и потом у нас еще и... Ну, так, чтобы какой-то дополнительный контракт, дополнительный объем, если такого не было. Так, конечно... Андрей, я можно отвечу, здесь с одним моим, ну, так скажем, коллегой, отчасти в выращивании, которого я принимал участие. Тут уже два таких цикла прошло. Я, по-моему, даже рассказывал, что он пришел давно-давно, больше десяти лет назад в конце 2006 года взяли программиста, был совсем программист, то есть классика жанра, взгляд в себя. Вот, потом рос-рос. Ну, специалисты организации непроектно, ну, мы так вот занимаемся каким-то специалистами как таковой организации непроектно, он дорос, он хотел уходить, хотел уходить с ростом, вот, собственно, сайт, который, ну, сейчас вы не видите, на фоне, в общем, вы не хорошо знаете, это был его проект аж 2010 года. То есть, он хотел вырасти на проектного менеджера, но мы вспомним, что мы руководим проектом по созданию сайта вышли. Ну, я думаю, крайне мере, айтишные коллеги могут оценить в нынешних условиях сделать проект, выпустить сайт, который в теперешних условиях, при теперешних темах развития прожил уже 8 лет. Да, понятно, естественно, регулярно подвергается на работу, совершенствует такой базис, продукт, он все дольше. То есть, отличный проект. И вот он полтора года назад вернулся. К вам? Да. И вы его приняли? С большим удовольствием. Да, он помог немного в выстраивании работы как раз подразделения разработки. И сейчас он опять ушел. И опять по-сому ушел. Вот, то есть, 20 лет. А почему нет? Я просто, почему, слава, спросил за стрелку, потому что у него была точно такая же ситуация, но меня приглашали, коэффициентного специалиста, скажем так, аутсорсера в штат агент-подрядчика, но не было вот такого абсолютно. Прихожу в родную компанию с подрядчиком и там отношения разные. Давайте попробуем дать слово коллегам со стороны кадровой HR службы. Как вы к таким относитесь? Особенно проектной деятельности. Давайте немножко тематику соблюдать. Понятно, когда люди на процессах, это свое. А когда действительно проекты временные, вот как вы говорили, может быть даже трудовые контракты, пришел контракт, выполнил, ушел, но опять вернулся. Какие плюсы, минусы, или лучше работать только с теми, кто есть? Можно я скажу? Пока все думают, я надеюсь не думать. Мысли следующие, я сейчас слышу диалог, нам конечно очень не хватает этого общения, спасибо, что вы пришли, спасибо, что я вас услышала. Потому что то, что вы сейчас говорите, мне очень жаль, что у вас нет хороших чарок, потому что те темы, которые вы обсуждаете, мы их все проходим на наших курсах, и все наши чары, для них это все элементарно, элементарный подвод, мотивация и так далее. Другой вопрос, что мы мотивируем, мы мотивируем и подбираем с вашей, в смысле вы подбираете с вашей помощью, то есть мы разрабатываем не эти системы, чар должен быть помощником, а вы уже это делаете. Видимо, у вас просто нет вот этих хороших чарок. И вот, с вашим позволения, я бы как-то систематизировала, мы выписали 9 трудностей, которые здесь есть, и я бы как-то систематизировала. Ну, например, отдельно надо взять, наверное, подбор, у нас есть подбор, срочный договор, договор нашего права характера, и подбор ограничен конкретными сроками. Дальше я бы выделила, наверное, мотивацию, отдельно, а вот еще взять, это подбор, Дальше я бы выделила отдельно мотивацию, мотивирование персонала, давайте я просто подбираю цветом обозначу, чтобы проработать на темы, да, как, наверное, прочее могу беседовать. Например, мотивирование это фиксированный доклад. Давайте я буду писать, а то, боюсь, наши коллеги на вебинаре сейчас не видят, что у нас написано, а, кстати, заодно будет и тот самый слайд. Заодно будет... Да, сюда же, двойная и самая подчиненность, тоже мотивирование, да? Ну, это скорее не мотивирование, это скорее именно... Да, организация, слуга двух господ. Что делать, если ты четыре начали? Да, с собой в сторону, если ты управляешь инсистентом, что делать? Давайте сейчас сподизуну по теме не подчиню. Угу. так уж четыре начальника с пяти не подчинения, но это все организация, когда у нас будет, Мы здесь как разница в моменты. Угу. Значит, больное подчинение и пиларное внимание в сфере. Так, нежелание работать в мастерях, это, наверное, ультимация все-таки, да? На территории число было. Но остается приманивание в пиларе. И я хотела соотношать немного с этого HR-каналит. Какая разница? Может быть, тоже не очень понятно. Дело в том, что в советское время у нас не было HR-каналит, это, как и люди, которые оформляют трудовые отношения. Сейчас они тоже остались, естественно, но эта профессия постепенно уходит. Это я обращаюсь к моим коллегам, которые сейчас занимаются и рады на работе, потому что нас вытесняют некий программ, опять же, благодарим вашим IT-специалистам за то, что они нам помогают прийти в нашу работу. Оставляют вас без работы? А нет, наша работа трансформируется. Мы уже выступаем не просто как исполнители, которые просто оформляют работы и увольняют работы, а мы выступаем как контентанты, как бизнес-партнеры для того, чтобы помочь, в том числе и проектному бизнесу. Вот это наша задача. Это про кодеревиков. И чай и АЧА, это проект по правилу персонала, который занимается по мотивированию оценки персонала и так далее. Вот, поэтому здесь мы будем больше говорить о и чайе, но начнем с кодеревиков, закрываем вопрос с отправлением, а потом перейдем на заправление, как-то именно этим занимаются и именно этим проектом. срочный трудовый договор и ДПХ. Разница понятна, чем, да? Срочный трудовый договор и поздравляют отношения к закону законодательства. ДПХ это гражданские отношения. Дело в том, что трудовой донаткится и написано, что если мы будем оформлять договор гражданских право характера, и дотому будет установлен, что вызван не трюй kilo нужным отручен только в другом году, то в этом случае он будет выписан именно трудовым Договором, да, трудовые отношениям. И поэтому, как говорится, собственно, вопрос из-за St promote и хочу пояснить. Дело в том, что, если у нас backstory выращивать новых заболеваний, то признать трудовой договор гражданских право характера в проектной деятельности трудовые отношениями очень сложно, потому что у нас проект уникальный, он ограничен во времени, мы не всегда знаем, когда он закончится точно, то есть у нас есть какие-то дополнительные теги и так далее. Поэтому в данном случае я бы не стала переживать, успокою наших сотрудников, если правильная граба была о том, то здесь уже никаких проблем быть не может. Закрите. Коллега, как? Можно мне задать вопрос, Лариса, да? Смотрите, вот вы говорили, вот как раз вторая тема, да, вот Ольга Юрьевна как раз ее тоже выделила, как одну из первых, срочный трудовой договор и ДПХ. Насколько я знаю, да, опять же, моя тематика, насколько возможно заключение договоров трудовых с нефиксированной отдельной оплатой? Возможно. Возможно. А насколько это вообще практикуется, что вот, как я знаю, это практикуется крайне редко. Ну, возможно, это мой лично. Это называется аккордная работа, аккордная оплата. А почему она редко применяется? А почему? Ведь для проектов это самый подходящий способ. То есть, ну что, сдал этап, получил акт, получил соответствующую оплату. И тогда как раз персонал очень хорошо нацелен именно на результат. Так, почему это? Сейчас прояснение. Дело в том, что, кто-то читает статья договора кодекса, предполагает, что мы должны, если зановой договор исключаем, в важном месте выплачивать аккорд. Но этот вид тоже можно оформить каким-то образом, правильно? Просто разбить вот это время, этапы, и примерно выплачивать. Но тогда мы можем сделать уроки, а все остальное в как бы, пообщать. Да, теперь я хочу показать эффективности и примеры. Вот мы должны выплачивать в рамках, если у нас много времени, если у нас много времени, мы сейчас не будем давать. А в том, что у нас так премьер, в птклуре, в птклуре. Здесь у вас еще есть зеркальная оплата. Везде и на оплаты есть, совершенно верно. В любом случае мы должны каждый месяц вредить за оплату. Как? У меня все равно. Водокс, в кузове, чуть поправился. Кстати, и феймер больше рабочей специальности. Нет, так вот. Человека вызвали, сделай мне, пожалуйста, десять тапочек. Это трудовые отношения? Да, это трудовые. Мы отключаем трудовые договоры, гражданские договоры. Я не кадровик, а это позвольте. Если у него есть обучение, например, у нас есть тапочки, это трудовые отношения. Ну, конечно, но вы будете так изучать. Вы ставите, говорите, что вы делаете весь тапочек, срок окончания не указываете, указываете срок окончания работы. Но все равно мы дважды вместе должны плачать за тапочек. А тогда можно развить этот вопрос больной. Если оплата привязана все-таки к результату. В проекте, ну, давайте уйдем от тапочек, да? Что-то более. Хорошо, давайте ковер-самолет. Вы злой. Я поясню. Я поясню. Это у меня на курсах типовой бизнес-кейс игра, ковер-самолет. Поэтому Глеб мне его припомнил. Хорошо, да, окей. Ковер-самолет. Это опробот готовый прототип, да? Готовый прототип изделия. Ковер-самолет, информационная система, неважно что, да? Значительная часть оплаты, я не говорю вся, но значительная часть оплаты, которая представляет интерес для сотрудника, привязана на то, что этот припомнил готов, и заказчик подписал акт сдачи приемки работ. Как быть в этом случае? Как выплачивать тогда, допустим, два раза в месяц? Прототип летающего средства можно делать три месяца. Как тогда быть? Вопрос? А разбить отчасти? Ну, как в скраме, например. В скраме, там, две недели и пойти дальше. Девушек много, а то сказал бы я. Ну, у меня такое же отношение. Я просто хотела привести. Потому что это много, во-первых. Ну, главное слово, да? А во-вторых, у них там есть разделение на части. Почему мы не можем проехать на этой части? Разбиваем. Часть, как правило, слишком длительная. Скрам, он имеет очень ограниченное применение. Это модно, это хайп. Даже если говорить об IT-системах, простите, внедрить какую-то серьезную систему, даже один модуль, да, мы разбиваем на модули, но это вопрос не двух недель, даже не месячного спринта. Стремиться к этому, да, я, наверное... Скрам хорош для маленьких команд, для серьезных организаций скрама. Да, ну, ладно, а то мы сейчас уйдем в другую сторону, да. Уйдем в другую сторону. Ну, в общем, да, это имеет свою довольно ограниченную применимость. Потом, ну, здесь не только про IT, да, я тут смотрю, в Телеграме Вадим нет-нет присоединился, тоже что-то хоть из совещания пишет. Ну, вот, вот как быть в таком случае, да, то есть, ну, невозможно за месяц поставить какой-то достижимый результат. Более чем распространенная карта. Если вернуться к тому же справу. Ну, сейчас, извините, сразу прибежает больше троллинг. Если мы, там, возьмемся за Глайнда или еще кого-то, что они говорят? Во время спринта мы должны получить некий бизнес-результат. Бизнес-результат не обязательно будет в этом же моменте внедрён. Он может быть внедрён спустя несколько спринтов. Никто же не запрещает так делать. Бизнес-функция скорее даже, а не бизнес-результат. А кем тогда бизнес-функция должна быть принятая? Заказчикам ведь, правильно? Владелец продукта. Продукта, процесса, что хотите? А почему не бизнес-заказчикам? Кабинет. Обладелец продукта как бизнес-заказчик не всегда. Согласен. В продуктовом менеджменте далеко не всегда. Он является отождествлением. Он разговаривает с заказчиком. Он является точкой входа для заказчика. Точкой входа для заказчика является, да. С него есть процесс, даже есть пиема. Ну, нет, если говорить о пиеме, там пиема может вообще не возникать, как такового. Да, он вообще может не возникать. Вопрос... Ну, может быть, да, может быть, может быть. Но тогда это предполагает, что продакт-онор является полноценным владельцем бюджета. Такой подход. Я прошу прощения, коллеги. Можно я все-таки, для тех, кто может очень не совсем в тиме, на пальцах объясню, что такое. У нас есть заказчик, которому нужен продукт, да. Он обращается к владельцу продукта, правильно? Это вот точка входа. Он лучше ни с кем не общается, только с владельцем продукта. Тот с ним ведет какие-то переговоры, да, и затем уже обращается... А это у нас мастер, да? Ну, скрам-мастер. Скрам-мастер. А уже все вместе. Скрам-мастер, не-не-не, это серьезно. Это важно. Скрам-мастер. Они общаются друг с другом. И скрам-мастер, он как бы администрирует, курирует кого-то на мастер. Ну, не совсем. Не администрирует там... Вообще, если уж прозвучало нехорошее слово страна, то с заказчиком общается все-таки вся команда. С заказчиком общается вся команда. Я думаю, что его мозг вынесет... Ну, зависит, да. Но у вас... Как вы? Я так и не... С продукт-оунором, скорее всего, да. Но с заказчиком это единственный случай. На моем опыте такого нету. Не бывает. Такое, чтобы массово все... Но тогда мы... Другая часть аудитории вообще перестанет понимать, на каком мы языке разговариваем. Возвращаясь, да. То есть если... Да, я согласен с предложением Глеба о том, что, да, разбивать на бизнес функции даже, да, там не цель, а не функция, которая несет какую-то ценность. Насколько это возможно пытаться уложить в месяц. И тогда привязывая... Ну, да, иметь возможность оплачивать помесячно, да. Иметь возможность оплачивать помесячно по факту. Хорошо. Но тут возникает два вопроса тогда. Первый я озвучу. Тогда у владельца продукта должны быть полные права распоряжения бюджета. Ну, это вопрос не к кадровика, но к тому, что я с таким четвертым сталкивался. А второй момент, который как раз вопрос вот действительно Кричара, кадровика, где-то может даже и экономистов, которые здесь есть. Хорошо. А если вот эта бизнес функция не реализована и владелец продукта ее не принял? Как в этом случае должен выглядеть трудовой контракт или иным образом оформленные трудовые взаимоотношения, что соответствующие исполнители в этом случае лишаются, ну, не то, что лишаются, а не получают существенную часть оплаты? Ну, я могу. Можно, да? Смотрите, вот я не стал… Не с точки зрения трудового контракта. Мы же все-таки сейчас такой вот там типа есть. С точки зрения трудового контракта у меня была следующая ситуация. Во-первых, подрядчики все подбираются не только по конкурсу, но еще и по портфолио проектов, ну, и, так сказать, личные взаимоотношения. Это во-первых. Во-вторых, это не задача владельца продукта или заказчик контролировать то, как у тебя там, чего там случится в случае недостижения каких-то результатов. Это задача, скорее, руководителя, который обеспечивает выполнение всех задач на стороне подрядчика. Нет, ну мы говорим, мы же говорим про команду, Андрей, да, Глеб, пожалуйста. Хорошо, окей, пусть на стороне подрядчика, но все равно… Так что, не легко, я сейчас расскажу чуть-чуть подробнее. По-моему, зависит от причины, почему я не стыкнул. То есть тогда у нас вот этот скрам-мастер, который выступает со мной стороной, как фасилитат. Фасилитат. Спасибо. Короче, рефери должны разобрать ситуацию, выявить причины. Плохо ребята поработали, неправильно поняли владельца продукта. И тогда нет осуждения, он должен вынести и объяснить владельцу продукта, почему вынести. Либо это ошибка в установке задачи, какой-то сплошь и рядом, либо это плохо работает команда. И тогда уже исходя из-за этого принимать решение. Как… У примера, дели меня пример. У меня немножко другой вопрос, Андрей, прощение, это я вижу сейчас тоже на обстоятельстве. Вот если мы попросим, ну вот Ольгу Юрьевну и ваших коллег, вот допустим, в результате разбора принимается решение о том, что есть ответственность как раз исполнителей команды за недостижение результата в проекте. Уйдем от вопроса сейчас там, с какой частотой. О, намеченные вехи в проекте, есть ответственность команды. Как вот здесь мотивацию это выстраивать, чтобы с одной стороны людей вообще не разогнать и не распугать, а с другой стороны, и в том числе, кстати, с точки зрения оплаты, и соблюсти трудовой кодекс и так далее. Как вот здесь тогда быть, честно говоря, давайте с этим словом, да? А то мы сейчас… Я вас не на этом просто же весело. Да, кто? Давайте послушаем наши печали. Да. Давайте, да. Рекомендуйте, что можно сделать? Тишина. А что стесняются? Потому что вы их забили. Так я вот как раз, видите, я прерываю, как раз хочу дать слово. Коллеги на вебинаре, вы тоже, вы же сказали, вы нас хорошо слышите. Вы нам тоже что-нибудь напишите, скажите, давайте кому слово дать. Да. Да. Можно я понесу? Пожалуйста. Насколько я поняла, проблема состоит в том, что люди не работают с проектом. Или думают, что они не работают с проектом. Что такое проект? Он может быть внешним, он может быть внутренним. Он может не называться у вас проектом, но это был проект. Это некая работа, которая выходит за вашей функционалой, по части в чем-либо. Ну, например, установка программы 1С. Это проект? Проект. Ну, вы участвовали в этом? Все. Вы участвовали в проекте. Для вас можно как-то иначе звучит. Ну, вот такие ситуации у вас были. Каким образом можно мотивировать членов команды проекта, и как выплачивать дважды месяц, если мы заключаем срочный договор, дважды месяц уже на уплату. Если они не выплачивают, то мы не имеем права. Опять же, мы обязаны выплатить. Фромово-как-как. Уйдем. У нас все, что касается премии и так далее, это все будет написано облаками документов. И как там? Или в срочном договоре. Описывается именно по члену. Если человек не выполнит, то это по члену не будет записывать. И вот премии. Срочно? Таким образом... А вот как это лучше прописать? Вы сказали фразу «должно быть прописано во внутренних нормативных документах». Так вот, в этом как раз и вопрос. А как прописать? Есть какие-то рекомендации? Как это сделать? Да. Что в нем? Какие в нем должны быть в этом приказе по компании? Правильные слова, чтобы не нарушить вот то правило, о котором идет речь. Двукратные выплаты. И в то же время... Да, потому что если люди сидят на фикс, это я... Коллеги индустрии на курсах говорили, сами все наелись. Человек на фикс оплате в проекте – это прямая угроза его реализации. Мы имеем то, что мы стимулируем. Да. Так прописать. Скажи. Подробно. Прописать за что, когда считается выполненная работа, когда не считается выполненный уровень, а оценочные... Оценка. А допустимо, оценочные суждения прописать. Вот как Глеб говорит, что производится некий там разбор ситуации, да, и принимается... Ну, а это же не только просто четко прописано, что считается выполненным, что считается выполненным, когда, за что дается премия, бонус... Ребята лопаткой махают. Лопаткой скучают. Работа выполнена. А то, что заказчик или там владелец продукта недовольный, так извините, сам виноват. Я говорю вам это как оппозицию, лучше программистам. Ну, коллеги, давайте так. Вот мы сейчас... Что была цель поставлена? Какая? Должен быть заказчик довольный? Что? Заказчик сформулировал, правильно? Четко? Поизвестно. Для команды не внесет ответ. Должна, если ответственность перед заказчиком. Мы не говорим про ответственность перед заказчиком. Мы сейчас немножко о других вещах. Смотрите, если у нас есть купе, который берет этот заказ, он должен понимать, что будет на выходе. Следовательно, зная методику SMART совершенно верно. Заказчик дает цель ставить. Если он некорректно ставит цель, значит мы уточняем. Для нас это должно быть все чисто понятно. А затем уже распределяем между темой команды эти задания. Причем каждому. Это называется модель целеполагания. Вот у нас проблема, смотрите. Где-то у нас. Разве уронить все не команды цели задачи. Следовательно, BPM должен каждому объяснить, что он должен делать. Какие сроки, опять же два методика. И говорит, если на выходе вот эти вот ключевые показатели будут, значит это премия. То, что ты работал, то, что ты нахал лопатой, то, что ты делал клавиатуре, это хорошо. Но за это урон. За это минимальный размер оплаты. Туда фикс. Мы не можем меньше платить. Мы не заплатим за то, что он это делал. Но если он достигнет вот этих показателей. Причем, есть же в целом наука по KPI, да? Почему показать эффективность? То за это все премия. Вот, пожалуйста, это же мотивирование. Разве не мотивирование? А как прописать? 103 часа, кстати, я опять же туда выходит. Очень рекомендую всем прочитать. Это оплата труда. И там написано, что в организации должен быть локальный номер одинаков в оплате труда. И именно там мы все прописываем. Что? За то, что он приходил два раза в неделю, там, 40 часов в неделю он работал, это фикс. Фиксированная оплата. А все остальное, это конкретные задачи, которые мы ставим, прописываем работу. Ставим подпись, что да, я ознакомен. Команды правят. Я ознакомен и я готов это делать. Из-за этого я на него не хочу. Скажите. Да, пожалуйста. Спасибо. Каждый месяц работнику ставить планы на месяц. Чтобы он смог получить желаемое их. Если у вас ежемесячное время, то так. Если свежеквартально, то чисто на квартал стоит. Если ежегодное, то дальше работа. Но на вольте это будет слишком много. Месяц и квартал. А все остальное? Живет минимал. Фикс. Но ежемесячно, если вы будете ставить его задачу, но ежемесячно вы не получаете. И вот это мотивация. Я отработал и получил премию. А можно я переформулирую? То есть обязательно ли прописывать конкретные задачи или может быть все-таки лучше прописать принцип? Только конкретные? Принцип не поможет. То есть с точки зрения законодательства и точки зрения управленческой. Вы представьте себе, что, как вам придут, скажут, если вы выполните принцип. Если выполнится, тогда все будет хорошо. Не нужна конкретика. При этом, опять же, мы в своих занятиях разбираем вот эти плагонья, где вот эта премия, она привязана не только к индивидуальным показателям, но и к показателям всей команды. Чтобы он не тянул одеяло на себя всякими способами, да, чтобы, знаете, как конвейер. Вот один быстрее работает, вроде все хорошо, ему надо время давать. А за что, если конвейер устал? То же самое здесь. Примирование индивидуально и примирование на всю команду. Это все можно работать, это не смешно. Обращайтесь, по-моему. Сколько будет скучно. Так, ну хорошо, спасибо, да, у нас тем много. Давайте переходить к следующему. К материному? К материному, да, наверное, у нас материному. Он не желает мне работать самостоятельно. Да, вот как раз, да, как раз, да, вопросы связанные с мотивацией команды и с тем, что в команде могут быть. А вот, кстати, нам коллеги наконец откликнулись. Дмитрий, схема мотивации любого франча. Так, а что это за... Дмитрий, а вы, если вы с микрофончиком, я вам с удовольствием слово дам. Вы нам как раз тогда тему вот эту и поясните. Дмитрий, потому что в чате все-таки очень коротко. Схема мотивации любого франча. Франча, это что такое франч? Франчайзи? Ну ладно, так. Дмитрий что-то не откликается. Ну ладно, не будем тогда. А, ну да. Ну, франчайзи, это все-таки, я не знаю, юридические лица, да. Мы все-таки говорим про... Про физиков, нет, про физиков, которые работают все-таки, ну, на каких-то конкретных договорах. Даже вот я почему, Андрей, немножко не дал слова. Если это работа с подрядчиками, у подрядчиков все равно люди работают, да. То есть, вот. Хорошо. Спасибо. Помогите. Реально, вот есть компании, где HR-ы считают премиум проектной командой. Принимите внимание. Сложно в это поделиться. Кто помогает? Конечно, табличку экселерскую, кому и сколько, и все, считаем. Пожалуйста. Не, нет. Ну, то есть, как бы, сам процесс там начисления заработной платы, да, АТИС, да, советский. Это понятно, да, я имею в виду расчет самой, как бы, цифры. Это все в руках. Это все в руках у PM. Конечно. Это все в руках у PM. Конечно. Вы за все отвечаете. Это в вашем доме ответственности. Другой вопрос, как правильно разработать эту систему. Ки-бэй-лэбры. Здесь мы вам можем помочь. Как правильно разработать и подкорректировать, может быть. А все остальное, да, в операционной, иначе уже сами... А вот такой еще сразу тогда вопрос тоже к обсуждению. Тоже вот как раз к HR людям, да, вот. Мы его тут вынесли. Ну, вдруг я... Это мое было предложение, поэтому, если что, прошу напинать меня. В проектной команде, ну, объективно, люди бывают разные. Сколько бы мы ни говорили, что нам нужны мотивированные, самоорганизованные, по факту, конечно, бывает... По-разному. Да. Мягко говоря. Вот. Поэтому, если исходить из реальности, да, есть самоорганизованные, есть те, которые нужно, вот как сейчас вы говорили, чуть ли не каждую задачу прописывать, да, и принимать. Как... Как вот... В таких случаях, что посоветуют HR, какой опыт собственный. Ну, окей, ладно, для затратки я опять же скажу свой. Я микроменеджмент делегирую. Если ты самоорганизованный, мотивированный, хочешь расти, вот тебе пара балбесов подчинений, организуй их работу. Вот. Насколько я и не прав. Есть люди, у которых просто заложено наставничество, и они будут с удовольствием обучаться, и они, ну, как говорится, вот эта система сработает. Ну, первоначально, скорее всего, если есть там оппонентные комментарии, то есть если человек заточен на процесс, что ты сделаешь эту работу, ты получишь, он будет настоятельно работать. Ну, кстати, вот, если человек совсем не такой, приходит посидеть на работу, я не знаю, честно говоря, это мотивировать. То есть у вас тоже нет ответа? У меня нет, у нас нет ответа, потому что у нас нет ответа. У нас нет ответа, это право. Но в предсети это право. А почему как раз вот прозвучало же, что те, кто любят быть наставниками, для них это само по себе, мотивация. Правильно? Ну для них это мотивация, это наставничество. Что им доверили? Но это первоначально в человеке себе, если человек вообще не готов, ему надо, чтобы мы всегда водили, то это уже тип людей. Абсолютно верно, и я услышала волшебное слово тип, тип турновой мотивации, есть такое понятие, и даже тест, кому интересно, пожалуйста, пишите, я вам скину этот тест, тест Герчика, вы, может быть, услышали, а не тип турновой мотивации. И изначально у нас есть разные компетенции. Ну, слово компетенции тоже наверняка все слышали. Компетенция – это качество, при помощи которых, если у человека развитие качества, то он будет эффективен в данном проекте, под рукаусом данного руководителя и в данной корпоративной культуре и так далее, выполняя данные функции. Так вот, исходя из этого, первое, что надо сделать, при подборе персонала, если у вас, конечно, есть такая возможность, я понимаю, что не всегда у Елены есть выбор. Иногда вот дадут и, скажем, будут работать с этим. Но в любом случае это можно проверить. Значит, тип турновой мотивации у Герчиков разделил на пять типов, в том числе инструментальный только один из типов, которые хотят денег, денег, денег. Это самый простой, потому что мы всегда можем, пожалуйста, их мотивировать для денег. Второй – это профессиональный. Профессиональный, когда человеку интересно выполнять разные задачи, в том числе вот то, о чем говорил Данил Юрьевич. Вот дали какую-то задачу, организму и, пожалуйста, покажи, как ты умеешь. И он готов работать иногда даже без денег, потому что это его мотивирует. Эти задачи патриотические. Они не всегда мотивированы на достижение цели, но они всегда вдохновляют всех остальных. Они поддерживают и так далее. Хозяйские типы – это чаще всего PM, которым нужен определенный круг ответственности, и они берут на себя ответственность за людей, за ресурсы, за различия и так далее, за результаты. И, наконец, лимпенизированы. Лимпенизированы, которые ничего не хочут. Не обучаться, не развиваться. Вообще, если вам в проект попал, то это, конечно, очень серьезный прокол. Вопрос. А как прокол? Далее работаем с кем-то. Андрей, пожалуйста, а потом у Дмитрия очень интересное замечание. Есть неплохо, кто автор, а есть такой квадратик какого-то старого немецкого генерала, времен Первой мировочной войны. Значит, ленивый. Четыре квадрата. Четыре квадрата, значит, здесь глупый и умный, а здесь ленивый и трудолюбивый. А, нет, трудолюбивый, ленивый. И вот, значит, в этих квадратах, там, кого из твоих учрежденных, генералов, всяких поручиков надо уволить сразу же. Ну, да, вот, правильно, я не помню. Кажется, мотивация. Я говорю, что в Фейсбуке валяется. Вот, и еще, вот, дали слово. Немножко другое. Нет, тут другое. Давайте послушаем. Есть еще недавно выслушал такое, что бывает слишком высокая мотивация у сотрудников, и бывают разные степени сложности задачи. На максимально сложных нужно мотивацию по 10-балльной шкале 2-3 балла выбирать. На максимально простые, средней сложности задачи, нужна мотивация примерно на серединке, то есть 5 баллов. И 7-8 баллов, это нужна на максимально простые задачи. Это еще, и плюс, все-таки при отборе надо уделять очень много внимания, и тому, кто перед тобой сидит, во-первых, тесты прогонять, кто-то делает ассоид, кто-то делает ассоид, кто-то там что-то еще там, свои какие-то методики интересные делать. Но к чему еще, вот еще 5 копеек до боли буквально, есть на фейсбуке вичарный шнур, надо спросить за рекламу. Вряд ли, простите. Саб-сообщество, это сообщество. И там собираются вичары, и вот есть интересный список вичаров, соответственно, у нас тоже надо как-то понимать, что можно спрашивать, что нужно спрашивать. Да, я думаю, что все наши чары знают, они занимают по горам. Толя, вы уверены, что... Наши существующие чары, я уверена, потому что они все наши, и мы этому учим. Я, пожалуйста, не тратить, я закончу это в вашей мысли, в очень хорошей мысли. Это матрица, достаточно известная матрица, можно назвать как угодно, но все сводится к квалификации, мотивации. То есть с одной стороны, то, что человек может выполнять эти функции, а другой хочет. Это мотивация. Точно немножко. Ну, хорошо, ленивая, мотивация. Вот ленивые, здесь умные группы, то же самое фактически. Значит, по десятипальной шкале у нас получается вот четыре фактически представителя. Кто, когда, кому нужен. Если срочная и сложная работа, то это, конечно, третий. Потому что он узнает и готов это сделать. Если можно обучить, то это учительный. Немотивированный, нам не нужно, если мы их берем на работу, то потом у вас возникают эти вопросы, как им оплачивать, как их мотивировать и так далее. Потому что у каждого человека есть своя кнопка. И я уже сказала, что Герчик очень хорошо это показывает. Если вы знаете кнопку, вам все, что нужно делать, нажать на нее, и все. Нельзя нажать на отсутствующую кнопку. Нельзя профессионала поставить только на деньги. Он все равно скажет, мне это не интересно. И ваши деньги, это, конечно, хорошо, потому что он не какой-то время работает, но он уйдет все равно. А вот если можно, я дополню, тут вот Дмитрий интересно комментирует, но, к сожалению, пишет, ему неудобно говорить, что вот то, что мы как раз обсуждали, да, вот сейчас, что еще все равно будут ограничения делегирования, потому что какой-то замотивированный, у нас хороший специалист, но не факт, что окажется хорошим управленцем, которому, да, вот как вы говорили, дали там подчинение людей, ему это может оказаться неинтересно, у него интересует это немножко там в другую. Другую область, да, Дмитрий, спасибо большое, вот как раз тоже в тему, да, спасибо. Так, ну что, двигаемся. Да, я сейчас подведу ютуб, можно, все-таки мотивирование? Значит, смотрите, вот в чем сама суть? Значит, мы должны, во-первых, нарисовать образ того, кто нам нужен, это не всегда должны быть активные инициативные, иногда нужны люди просто в проектах, которые будут выполнять какую-то работу, достаточно какую-то, ну, черную, что называется, да, мы должны нарисовать образ, это называется компетенция, и уровень развития этих компетенций. Вот сейчас мы услышали, сама организация, допустим, мотивация, это все компетенции мы относим и так далее, и потом уже, когда мы подбираем персонал или оцениваем наших членов команды, мы смотрим, ложатся они на эту, на этот профиль или не ложатся, понимаете? Если они совершенно не соответствуют, мы получаем эти все минусы. Как это сделать, тоже, пожалуйста, обращайтесь с нашими членами, мы все знаем, как это все делается, это несложно. Все, я прошу прощения, пожалуйста. Спасибо большое, я говорю, Юлия, ну, собственно, наверное, вот как раз, да, дальше тоже слово вам, потому что для меня, например, вот эта тема, она вообще какая-нибудь, да, темная, для коллег, не знаю, да. Ну, что я могу сказать, мы работаем с людьми в первую очередь, и понятно, что каждый человек, кроме этой кнопки, он имеет еще и желание, чтобы к нему относились по-человечески. Как это можно понять? Обладая высоким национальным интеллектом. Дело в том, что раньше считалось, что, так сказать, умственный интеллект, IQ, он превыше всего, и многие американские компании, вот при приемной работе, даже сейчас, все равно заставляют тех проходить вот эти тесты на IQ. Но исследования последних показали, что люди, обладающие высоким национальным интеллектом, они гораздо более эффективны, а тем более в управленческой деятельности. Управленные проектами или просто руководителя. Гораздо более эффективны, потому что они умеют находить общий язык в другим людьми. Из чего состоят эмоциональный интеллект? Из четырех составляющих. Первое. Во-первых, надо понимать, что со мной происходит. Если ПМ не понимает, что сейчас, какие эмоции он испытывает, из-за того, что проект проваливается, да, и тем более не умеет им владеть, и выливает это все на кого-то, на заказчика, на заказчика, я думаю, скорее всего, на свою команду или еще на кого-то, то тем самым он покажет, что у него низкий эмоциональный интеллект. Значит, первое – это понимать себя и владеть своими эмоциями, и второе – понимать эмоции другого человека и владеть ими. Например, есть очень интересная методика, называется сарак. Это эмоции, получение обратной связи. Вот когда вы ругаетесь, почему, но за то, что они что-то не сделали, любой человек будет испытывать несколько уровней. Первый уровень – это, ну, в сараке это называется шок. То есть непонимание, за что. Я же работал, я же попал, я, так сказать, бил по клавиатуре. Сарак. Да, сарак. Да, у тебя готовится. Да, у тебя готовится. Шок, шок, шок. Вот. Следующая реакция – это гнев. Сначала непонимание, потом гнев, потом сопротивление. Что бы вы мне говорили, мне объясняли, он этого не поймет в данный момент, потому что его захлёстывают другие эмоции. Мы должны понимать эти эмоции. И только после этого, через сопротивление, уже наступит понимание и ваша помощь нужна будет. Но для каждого человека это своё. Есть мелоколик, вы знаете, по типу гипераментов, фигматики, там, холерики, санклиники. Понятно, что чистых типов гиперамента нет, так же, как и других типов нет. Это всё смешно. Но ведущий-то есть, да. Поэтому для фигматика это дольше будет. Он может неделю ходить и не понимать вообще, что происходит. И холерик, когда он быстрее всё проходит, он может за несколько секунд все эти вот стадии пройти. Ну и эмоциональный интеллект примерно в этом заключается, чтобы мы понимали это всё и умели этим работать. с этим грамотой. Но опять же, в нашей HR это всё это значит. Слушай. Адизос. Адизос. Гораздо проще всё. Например? Ну, ты понимаешь, что ты приходишь, на входе, делаешь тестирование, человек, посмотришь, почему, и уже, соответственно, относишься так. Согласен. Инструментарий может быть какого-то. Другой вопрос, что окончательный и стопроцентный гарантий ты можешь не даст. Нет, мы не играем в психологию, в психоанализ, там. Кто тебя там в детстве бил, бом, или папа, там, в школе тебя, там, или ты, наоборот. Есть ещё проективные методики, методики. Вообще, очень много всяких интересных методик, поэтому с ним сейчас приходите всё расскажу. Либо возьмите подготовленный HR, который вам всё издаст. Ну, или поможет, как бы, владетелям относительно. Да, ну, вот, в заключении, наверное, ну, в крайней мере, из того, что мы предлагали, да, тематика открытая, конечно. Вот, виртуальные распределённые команды. Опять же, давайте, наверное, попробуем, может, немножко поделиться проблематикой. С одной стороны, да, это очень удобно. Можно подобрать человека себе в команду, не привязываясь к территориальным его предпочтениям, к локации и так далее. Ну, я не знаю, я у себя вообще этот вариант в последнее время очень предпочитаю. Вот, в одной из компаний, где я партнёрствую, там иногда разговор начинается с того, что привет, 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 а ты где сегодня? Где сегодня подразумевает, а понятно, там ни улицу, ни дом, а там что-то гораздо более глобальное. И, в общем, на самом деле никого особо не волнует. Для людей, которые в такой уже достаточно сработанной команде, на мой взгляд, это большой плюс. Потому что человек может сам организовать свой там рабочий день более удобно, и нету каких-то сложностей с взаимодействием, с коммуникациями. Где-то можно собрать команду в нужной точке. Скажем, если большая часть команды работает, если человек, кто работает над определенной проблемой, там, не знаю, локализованно, допустим, там в Минске, то остальные могут подтянуться вниз. В другом случае в Москву, в третьем случае там вообще в Шанхай. Вот, а так, в принципе, все работают достаточно распределённо. Но есть, конечно, особенность. Вот как раз Ольга Юрьевна, то, что я задала, понимаете, вот эти вот эмоции, восприятие, так, всё, да. Даже вот у нас коллеги сейчас на вебинаре, я смотрю, кому-то стало немножко скучновато, да, потому что они нас хуже видят, да, всё равно вроде вот коммуникации, всё равно, что-то немножко не так, да. Вот что, что, да, Андрей, пожалуйста. Смотрите, есть четыре ступени мотивированности, сотрудников, я не знаю, как точно эта матрица называется, тоже четыре квадратика, и, соответственно, когда у тебя супер мотивированный сотрудник, соответственно, его легко, от него легко получать нужный результат, даже на, там, через полстрона по телефону. Если у тебя, там, какой-то совсем... Ему можно получать сложные задачи, допустим, а если у тебя какой-то человек, ну, который, относитесь, идти сам открою, то над ним надо максимальный контроль осуществлять. Поэтому все вот эти вот удалённые команды, это только исключительно при максимальном уровне развития, ответственности и, скажем так, некотором объёме знаний, которые... Ну да, команда. Да, он должен понимать, что он сидит на телефоне на почте, и что если он там что-то конкретно, там, какой-то конкретный момент, нужный результат не выдаст, то к нему будет совершенно другое отношение. То есть, опять же, надо выстреливать KPI правильный образ. То есть, надо, опять же, проходить... А вот сам коммуникативный момент, Андрей, ну, собственно, ко всем коллегам тоже вопрос, коммуникативный момент, потому что KPI, да, безусловно, он должен понимать, что он должен что-то выдать конкретно. А если для выдачи этой конкретики, ну, нужна, опять-таки, вот командная работа, да, я, собственно, вот такой контекст слайдовый специальный переключил. То есть, да, для того, чтобы я выдал результат, я не могу выдать эти... Мы вот и хлеб говорим, там, вот... Всё равно в некой команде. Да, безусловно, он был одним из толков нашего интегратора, вплоть до того, чтобы батарейки садились. Я с ним вот так разговаривал по телефону. Одевали наушники и, значит, это самое. То есть, в любое время дня и ночи, я ему позвоню Володе, у нас там швах. Он, ну, да, да, сначала сонный, потом он раскачивается. То есть, почта... То есть, это всегда человек должен отслеживать, постоянно каналы коммуникации. Не было такого, что человек не поднял трубку, или там, извини, я там, не знаю. Он был гиперответственным. Он образованный, он уникальный способ. Он командный игрок? Конечно. Он можно как-то иметь? Он очень большую объемную задачу на себя брал. Это... Спасибо большое, Андрей. Вот вы очень должны, как вы сейчас сказали. Гиперответственный командный игрок. Здесь мы видим, опять же, развитую компетенцию, вот то, о чем я говорил. Если вам нужен ответственный человек, значит, мы лишь в ответственном. И это можно узнать при помощи физического интервью. Во-вторых, командный игрок. Есть такое понятие, как метапрограммы. Это не ругательное слово. Метапрограммы? Метапрограммы – это шаблоны, которые у человека выслит. Важный взгляд, в виду, как он использовал. То есть, одна из метапрограмм называется командный игрок. Роман, делаем спрашивание. Нужен вопрос. Посмотрите, все ваши методики, которые вы сейчас здесь предлагаете, относятся к тому, чтобы диагностируют человека, правильно? А как вы относитесь к тому, чтобы человека взять за шкирку, посадить за фарту и сказать, «Вася, вот если ты это самое, то мы тебя...» Если мы найдем самородок, это одно, а если мы вырастим самородок, человек никогда не станет звездой уже на входе. Он станет звездой раскрыть свои потенциалы, только когда в команде. Если у него есть этот потенциал. Так в том-то и дело, что человек раскрывает... Потенциал можно раскрыть еще на входе. Поэтому я вам говорю, что вот смотрите, здесь командный игроки, по жизни это воспитание такое, да, например, восточный менталитет, те же самые японцы, мы практически все командные игроки, западные президенты, это ближе к одиночкам, правильно? Если мы возьмем одиночку и будем пытаться его заставить работать, но мы его когда-нибудь заставим, но в правильное время, силы, вот эти вот проблемы и все прочее. Проще, наверное, взять в правиль сутки командного игрока и на входе, конечно, он командный игрок. Это первый момент, а во-вторых, трудовой кодекс «Ваш помощь». Есть новая глава, подсвященная дистанционным работникам. Пожалуйста, если административные меры вам, ну, как бы проще этим заниматься, это можно сделать. Дистанционные работники получают в тотал договор, мы прописываем, каким образом они получают информацию, когда они должны ответить, как часто они должны выходить на связь и все прочее. И вот из-за этого он будет складываться времени, чем же штамм этот KPI. Не вышел на связь вовремя? Мы с вами ряда не ответили? Все. Значит, в КPI у нас, ну, например, из муку, чем уж совсем так. Если у вас нет выбора, как можно это диагностировать, как вам будет. А вот если развить как раз, да, вот влияние, KPI, а вот все-таки нету внутри, действительно, вот гордость там за продукт. Вот я так понимаю, что в большинстве собрались, ну, из проектных людей люди больше из IT, да, вот такие методы кто-то пробовал применять? Гордость за продукт? Ну, да, гордость за продукт, мы это сделали. Это в любом случае пойдет в резюме в качестве этого результата, в деятельности. Так что это, как бы, ну, как здравствуйте. Но это для вас, Андрей, это для вас. Вы человек, который уже не видит, что ли? Может быть. Вот, но ведь не все люди такие, когда вот, я, ну, естественно, имен озвучивать не буду, но знаю людей массу, которые вот как раз так и коллеги говорили, вот пришел, ушел, я свое отсидел по клавишам, отстучал и все, не надо мне рассказывать про резюме, не надо мне рассказывать про то, что вы меня там на сайте пропишите и так далее. А есть люди, а он до сих пор там, потому что отношения... Интерпренер, пожалуйста, ему обязательно эти штучки нужны. Интерпренер, да, а есть масса людей, которым это не нужно. Это из-за дизы. Вот, да, но это опять же, это интерпренер. А есть люди, да, которые до сих пор приятельствуют с одним своим коллегой, с которым лет 15 назад работали, у него в постмортеме по проекту, ну, коллеги, кто в постмортем, если терминцы шокируют, это... Посмертный обзор проекта. Вот, то есть финальный вот обзор, все, он, значит, свое мнение когда писал, у меня не было ни одного провального проекта, кстати, так вот у него всегда, значит, самое главное достижение, он всегда выражал одной фразой. Мы плакали, кололись, но этот кактус мы все-таки доживали. Вот у него всегда была вот такая стабильная, фирменная фраза. Он просто был горд, что да, ночи не спали, вот Дмитрий пишет, пожалейте человека, ну, в проектах тоже людей жалеет. Вот, все, но мы это добили, мы там косячили, все, но мы добили, мы сделали, он просто с этого вот кайф ловил, что мы доделали, доделали, ну, может быть, да, может. Ну, у нас было, конечно, не айтишки, но, да, у нас действительно в команде все были, были демотивированы, были, был интерес в глазах, были, да, они готовы были работать в ночью. Поделитесь, поделитесь, как вам удалось этого достичь? У нас, изначально, выбирали действительно, как долго делался проект, как долго позавали. У нас, в принципе, компания занимается в программе лояльности, это, из-за правил, проект, проект, проект. Да, они те же люди, которые туда вручены, как те же самые пьеры, которые сейчас вручают, маркетологи, которые разрабатывают, ну, раскручивают. То есть у вас завязано все на, что теперь, проект-ракосты? Ну, да. Ну, и у вас творческие, наверное, проекты, да, есть? Да, такие творческие проекты, наверное, просто у нас означают, что они писались в команду, чтобы они были никак не знали, чтобы аналитично признались в сону на этой программе, да. Они могут писать, что они никак, допустим, которые, в принципе, в отрывности не работают, но при этом они готовы его учить, если они видят, что человек не стрессует, в то же время и готов выполнять работу тоже с этим. То есть можно ли сказать, что это еще определенный уровень вот такой, как сказать, терпимости, лояльности со стороны самой компании, да? Когда компания готова, ну, как сказать, потерпеть какое-то время, чтобы... Да, да. То есть они есть означает, насколько человек легко обучаемый, быстро обучаемый. Угу. Для нас важны все эти качества. И, да, когда взглядели за человеком программами, действительно, когда они видят результаты, это уже финальная программа, прям лояльность, то, да, действительно, без в глазах, что да, мы сделали эту программу, каждая программа по сходу у Михайлов с разных клиентами. Действительно, благодаря компании. Спасибо, супер, приятно уж слушать. Потому что, если я понимаю, это иностранная компания у вас, да? У нас иностранная компания, и все эти процессы выстроены, вот в чем дело. И подбор, и оценка, и мотивер, оно все выстроено. А если мы просто подбираем людей, кого дали, и пытаемся из них что-то сделать? Ну, по-другому, у нас есть ответственный человек, и при этом у нас, да, есть часть работы, которая просто передается агентству. То есть, например, это вот разработка предложений, то есть, о чем мы изначально рассказывали, да, там, вот как вот, нужно или нужно. У нас все это завязано еще на передаче прав, да, то есть, насколько мы хотим, чтобы это приложение оставалось у нас, потому что мы были владельцами, и насколько мы хотим это заказчивать. Но, как правило, мы хотим усиленно оставлять, чтобы потом в удалении программы, допустим, его уже обрабатывать по средствам. Ну, у нас, в общем, да, агентство отдельно, то есть, которым мы так же управляем институтом работы, там, просто-таки, наверное, больше фитиковать или комментировать работу, что с этим они справились, не справились, все. Ну, опять же, приобраться трудненько и катиковать сумму. Могут и благодарить. Спасибо. Спасибо. Я могу сказать так, что у меня в компании было две практики. И брали готовых специалистов крутых с кучей сертификатов, там, с хорошим опытом, с хорошим красивым резюме. Ну, также брали студентов с какого-то там курса на, там, какой-нибудь магистерской, там, как там правильно сейчас называется? Да? Бакалавриат? Да, нет, не бакалавриат, чуть больше, чем бакалавриат. Специалитет. Ну, да. Специалитет уже не было. Да? Ну, да. Пора начать. Ну, в общем, назначался куратор какой-то там, и ему, значит, соответственно, давали кусок работы и контролировали, потому что человек не только работал, а сразу же пользу приносил компании по проекту, и, соответственно, получался этого зарплата, какой-то, опять же, фикс плюс мотивация. Ну, еще и учился, какой-то там вдавал итог по, так сказать, осознанию и освоению новых технологий, допустим, там, какой-нибудь объем, новые технологии, где-нибудь там выпустил по базам данных, там, еще какие-то другие сами продукты, мы уже море всего. Вот. Соответственно, специалист осваивал какую-то компетенцию, сдавал какую-то сертификацию, и в дальнейшем этот человек вплетался в один из крупных проектов на более серьезных должностях, и, опять же, на всех этих тендерах все эти сертификаты хорошо, я думаю, вы все прекрасно знаете, отсвечивает для заказчиков в качестве... Да. То есть, человек произведает ценность для нынешнего, для будущего работодателя тем, что он может предъявить свой опыт. Сначала он просто копает, а потом ему уже там кисти краски дает. После того, как он уже поймет, ну, докажет, что красить умеется. А потом к нему уже обращаются с просьбой, тебе делать ничего не надо, и главное свои сертификаты и отзывы подставить. Может быть и так, бывает и такое, что человек просто приходит, кладет на стол мой сертификат, ребята, вот он, я у вас буду числить, вы мне давайте там чуть-чуть делать, а я буду там у себя там... Бывает, 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 бывает. Вот. То есть, он не сразу что-то предлагает, так сказать, нахлеб себе зарабатывает, и на будущее работает, и наличие, соответственно, уже как к семье относится. Ну, это да, это вот как раз да, уважение, рост, все вот эти факторы. Опять же, это вопрос к тому, чтобы, как мотивировать людей, одних мотивируешься темнями, одних мотивируешься там, конфетками, третьим мотивирующим человеком. Кстати, конфетки берите. Тоже. Ну, как бы мы, в общем-то, обсудили, поэтому уже переходим, наверное, в режим такого, как сказать, свободного обсуждения и обмена. Мы, на самом деле, спасибо, вот, действительно, в основном там провели не в режиме. Я вот пересохраняю презентацию, чтобы с учетом вот этих наших всех пометочек можно было разослать. Я смотрю, там в Телеграме народ тоже просит поделиться. Вот. Поделимся, естественно. Вот. Поэтому, коллеги, пожалуйста, переходим в режим свободного обсуждения. Вот. Собственно, продолжаем. Да, оно так и было. Греб, да, пожалуйста. Приходите при своем. Я говорю, что у него есть. Ну, что очень сертификат. Какие? Похожи, не ваше сертификации. В моем случае это было невозможно. Ну, то есть международные сертификации. Да. Международные сертификации. Да. Если это отличается, то часто, кто другой понимает. Ну, я понимаю. Но, причем, там, условно, все прохожения, все полученные в течение года. Вот. Такие, вот. У пещеров вызывают ощущения. И какие, ну, ощущения вызывает у пиевов. Именно сам факт, что получено в течение года, вот, большая масса всяких вот профессиональных сертификатов. Я правильно понимаю? Профессиональные сертификации. Прилеполученные включения. Но, если не меньше, я скажу, за данностью лет. Угу. Человек, там, условно, сразу после института или еще в институте. А в чем вопрос? А вы сколько получите? Что вызывает доверие? Понимаете, у человека нет практики. Я это вижу. То есть, его резюме. Так, если вы видите, что не вызывает доверие, то это не вызывает, конечно. Или вопрос в том, что просто много сердца. Вызывает? Нет. Ну, у нас здесь профессиональное сообщество, у нас по ощущениям, как говорили в институте, либо по конфиденциям, либо еще по другим параметрам, которые у нас с профессионалом получили, там, подбор зала. Ощущение у вас могут быть одни, у меня, другие это дело не относится. Это серьезные артефакты. Да, безусловно, у него нет фактов, нет его практики. Но сертификаты, ну, это серьезные артефакты. Потом, где-то же специалисты приходят и отвечают, Ваши, Марии, или по поводу своих чаров, и... Чушь. Спасибо большое. А можно я тоже вклинюсь? Два момента. Ну, первый, это... Извините. А, да, конечно. Это вызывает недоверие. Ну, собственно. Следующий вопрос. Ну, давайте, если про ощущения, я вам расскажу как-то. Практически, там, такое... Ну, так сказать. Не о чем раз того. То, вот, например, вам контраргумент. Мы принимали студента на временную работу. Студента с четвертого курса. То есть, вот, четвертый, пятый курс он заканчивал, приходил к нам на работу. Факультет такой помудреный, что-то там с расчетами, аналитиками. Ну, то есть, человек, вот, учился и посещал занятия у нас. Вроде как, сырой, на самом деле, работа у нас. К нам проделали часа. Но вот настолько умный и одаренный человек, что нам вот его отсутствие опыта совершенно не интересовало. Сейчас он работает в штате. И мы разглядели в нем очень такого сильного специалиста, который выдаёт отличный результат. Хотя тоже, знаете, так, разговор не о чем. Разговор, с одной стороны, не о чем, но с другой стороны, я сам начинал как студент. Ну, то есть, вот видите, вы это столько принимаете, а человек с сертификатом вы не принимаете. Это ощущение, что вы не понимаете. У нас уже слишком много сертификатов. Да, наверное, слишком много. Здесь есть недоверие в одном. Человек любит учиться, но будет ли он хотеть и желать работать? То есть, он любит учиться. А как будет проверить потом? Ну, а он же тоже раз учится вечером. Это вот Иоанн разговаривал и объясняет, что делает человеком. Для чего он учится? Просто есть те, которым нравится процесс обучения, но он не будет эффективным сотрудником работать для этого. Я думаю, что немножко за другом надо искать ответы. Смотрите, есть кадровая политика компании. Это первое. Второе. Готовы ли мы брать, в этой кадровой политике даже написано. Это не бывает исключительно. Человеку, который, там, не знаю, PM Junior, должен быть PMP, 20 лет стажа и просить 40 тысяч рублей. Мало. Поплотить человеку с такими... Денегами. Нет, PMP, PMI, PM Junior и при этом там 40 тысяч рублей. Это один момент. Ну, один момент. Другой вопрос. Готовы ли мы понимать, что человек, который... Ну, хоть чуть-чуть перед вами... Ну, пришло первое. Начнем с того, что человек придет на какую-то вакансию. Правильно? Которая описана на хэрдхантере или где-то еще. Сколько будет вам интересных случаях? Секунду, секунду. Давайте в целом смарт. Все просто. Смотрим по вакансии. Опишите, пожалуйста, что вы думаете по этой строчке. Что вы можете из-за своего опыта предложить нам по этой строчке. И вот так вот, знаете, как на израильской границе. Если ты называешь какое-то подозрение, тебе иди сюда и спрашивают, где был? Там был? А что ты там видел? А с кем ты там был? Ну и по деталям. То есть это самое. Вытаскивает из себя чипут на голову. Если ты там где-то там с пистолета был истратил, то тебе обязательно вытащат. Это элементарно все. Точно так же и на собеседовании с каким-то кандидатом. По каждой строчке что вы нам можете предложить? По каждой строчке. Вот это да и причем. По каждой строчке. То, что у человека нет. Он может знать. Он все может знать. Он прекрасно знает. Но готов ли он это воплощать в жизнь? Потому что есть люди, которые учатся ради того, что учатся. Когда задаешь вопрос, для чего вы пришли сюда? Он говорит просто потому что потусоваться с нами. Интересно было. Понимаете в чем дело? Ваши вопросы очень сильно ограничат с вопросом. Чем вы приходите с сексетами, тем вы можете быть интересны вашей компании. Сидишь может быть. Блин. Извините меня никто не прочитал. Да вообще. А может быть вы не прочитали сайт компании и не подготовились к этому вопросу? Мы посмотрели сайт, вникли поглубже. Посмотрели какие-то еще смежные вещи. Ну хорошо. Давайте так. Давайте так. Мы все живые люди. Мы все знаем, что это Сберпанк. Когда мы приходили на локацию работы Сберпанк. Ну спросите. Ну надо быть Олегом Флановичем и понимать чем заниматься Сберпанком. Олег, я прошу прощения, у меня есть предложение. Олег, поскольку наше время уже вышло, я предлагаю сейчас красиво закончить. Потом у нас будет время для дискуссии. Вы можете остаться пообщаться. И еще, я думаю, что этого нам достаточно. Людям придется подумать еще о следующем. Да, вот Андрей, кстати, с Ларисой уже задали, да. Уидим, уидим. Уидим. Вот, 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 вот. Да, потому что тематика как бы, да, она всегда действительно цепляет одно за другое. Вот. И действительно, вот, возможно тематика, да, как раз собеседований, взаимного представления, да, возможно. Возможно, возможно, да. Спасибо. Вот видите, как раз мы вышли на такой. Отлично. 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 Это очень неплохой вопрос. Да. Как вы видите себя через переделок? Коллеги, если вас интересует, для чего мы задаем эти вопросы, мы обязательно ответим. Либо сейчас, вот сейчас прямо можно после окончания ответить, либо давайте еще раз соберемся и обсудим именно эти темы. Но для этого нам нужно, чтобы у вас была обратная связь, вы нам дадите сейчас свою обратную связь, и по итогам этой обратной связи мы сделаем это. Хорошо? Хорошо. Все, коллеги, да, спасибо тогда. У меня, кстати, вопрос. Мы сейчас, как собирая, списались? Нет. 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 Я сохраню презентацию. Я сохраню презентацию. Уважаемые коллеги, значит, обратите внимание на экран. Если вас интересуют более подробности темы, которые мы обсуждали, то на нашем сайте есть схемы прохождения курсов. В частности, вот здесь вот видны схемы прохождения курсов по управлению проектами. Также есть IT-менеджмент отдельно. Ну и, конечно же, схемы прохождения курсов по адрому менеджменту. В частности, это управление командой проекта. У нас есть курс, который мы проводим, и приглашаем вас. Документы об окончании, которые вы получите, это удостоверение о повышении квалификации, либо, если кому-то нужно, диплом в профессиональной подготовке. Если есть вопросы, пожалуйста, мы слушаем. Если вопросов нет, благодарим за внимание. Спасибо. Спасибо вам, кто очень. Переходим.